так всем доброе утро всем доброе утро извиняемся за опоздание праздновали праздник крепко праздновали праздник поэтому чуть опоздали всех поздравляю с великим праздником расходы рожь ходишь сегодня как раз начало привет андрей значит всем привет влад присоединился всем наташа блау сегодня же все думают что сегодня какой праздник 8 марта да они 8 марта сегодня сегодня если мы возьмем реально по по настоящему календарю по настоящему календарю какое сегодня число давайте вам сейчас скажу сегодня по настоящему календарю от сотворения мира сегодня первая дара 5779 года 1 дара 5779 года и значит я вас поздравляю с этим важным днем а 8 марта а 8 марта придумали придумали какие-то женщины непонятные потом какие-то люди это подхватили и самое главное этот праздник я вот сегодня напишу прям поздравления пост это праздник продавцов цветов я его назвал бы праздник продавцов цветов и сувениров то есть вот это для них реальный праздник для них это реальный праздник и их я и поздравляю их я и поздравляю сегодня они конечно да хорошо а мы Мы продолжаем изучать великую мудрость, которая не подвластна времени, которая не подвластна вообще никаким искажениям. Это мудрость, как раз сегодня будет про женщин тоже. Это мудрость, которую сформулировал царь Соломон, мудрейший из людей. Около трех тысяч лет назад он сформулировал эту мудрость. И, значит, притчи Мишлей, притчи. Почему Мишлей? Машаль — это пример. Он на примерах объясняет высокую мудрость. На понятных примерах он объясняет абстрактные, непонятные вещи, законы мироздания. А так как он иногда объяснял три тысячи лет назад, то мы уже его понять не можем. Я изучаю комментарии мудрецов, которые жили, там кто-то жил 200 лет назад, кто-то 300, кто-то тысячу лет назад, Раша жил тысячу лет назад. Я изучаю их комментарии, понимаю грани того, что царь Соломон хотел сказать. И вам перевожу уже на простой язык, вот по-простому, по-пацански, по понятиям, значит, по-харьковски. Я перевожу то, что он хотел сказать. Хорошо, двигаемся, да? Значит, пятнадцатый отрывок сегодня такой. Делэф Турет в Йом Сагрир, в Эшит Мидьяним Ништава. Дословно переводится так, пятнадцатый отрывок, 27 главы. Дождь капает в день, значит, дождь капает в дождливый день, и женщина сварливая, она то же самое. Вернее, не то же самое. Слово «ништава» – это равно, да, эквил на английском, да, она такая же, подобная. Она подобная. Здесь мудрецы, интересно, они разошлись во мнениях, что имеется в виду. Значит, ну, с дождем понятно. Дождь то есть, то нету. То есть дождь – это непостоянное явление. Дождь то есть, то нету. То есть, то нету. Когда он есть, раньше были каменные дома, часто капало, он протекал. Теперь, а во второй части мудрецы между собой спорят. Одни говорят, что женщина такая же, женщина сварливая такая же. Имеется в виду, она всегда такая же. Дождь иногда прекращает, а женщина сварливая никогда не прекращает. А другие говорят – нет, что значит она такая же? Она такая же, как дождь. То сварливая, то не сварливая. У кого есть опыт общения со сварливыми женщинами, он может тут из опыта нам подсказать, как на самом деле. То есть, если она сварливая, она всегда сварливая или нет? Я думаю, что из моего опыта со сварливыми женщинами, то они не всегда сварливые. То есть, даже самая сварливая женщина, она иногда бывает в хорошем настроении. Но, возможно, вот эта вот женщина, как здесь сказано, медианит, от которой до этого царь Саламон говорил, что от сварливой женщины надо убежать даже в пустыню. То есть, если она реально тебе мозги компостирует все время, то это невозможно. Но следующий отрывок нам дает очень интересный ракурс и взгляд на сварливых женщин. И не только на сварливых женщин, а также на сварливых мужчин и на все, что нам не нравится в жизни. Давайте посмотрим, из 16-го отрывка будет понятно. Из 17-го, вернее, да, сейчас 16-й как бы продолжает про сварливую женщину, а 17-й дает нам неожиданный такой, неожиданный как бы расклад, да, то есть он решает этот вопрос. Цафнея, цафан, руах, вешемен, ямино, икра. Цафнея, переводится так, тот, кто его прятает, тот, кто это прячет, он как прячет северный ветер. И масло на правой руке, оно взывает. Значит, о чем идет речь? Вот смотрите, тут все комментаторы говорят одно и то же. Северный ветер спрятать нельзя. То есть ты не можешь спрятать ветер. Как бы ты ни старался спрятать ветер, он все равно пробивает. И вот эти вот черты характера, которые есть у человека, они все равно пробивают. Вот как тут ни крути, если ты смотришь, дети в песочнице играются, да, кто-то у всех все забирает, кто-то в уголке сидит, плачет, кто-то, значит, он там разговаривает со всеми, пытается, да, кто-то бегает без остановки, да, бегает, бегает без остановки. То есть есть, у человека есть то, что называется ТЭВА, его природа, темперамент можно назвать. То есть есть его природа, которая как бы его глубинная прошивка. И тот, кто пытается спрятать вот эту вот сварливую женщину, говорят комментаторы, она как северный ветер, нельзя ее спрятать. То есть сварливость, и как человек маслом, он мазал, мазал что-то маслом, и у него рука в масле. Так же все равно ее сварливость, вот, она все равно будет как-то где-то прорваться. Теперь, ну что делать, что делать, и нам говорит 17-й отрывок, что сделать. Написано так, барзель б барзель яхат, в иш яхат пны рэу. Значит, металл об металл, он точится, и человек обтачивает свое лицо от ближнего своего. Что это значит? Значит, ну с металлом вроде более-менее понятно. Когда в то время, я не знаю, как сейчас точат ножи, но в то время точили ножи, я видел, что нож об нож. То есть ты берешь нож об нож, тачишь, точишь, и оба ножа точатся, да? Теперь, когда люди взаимодействуют друг с другом, они, сталкиваясь в каких-то коммуникационных конфликтах или в каких-то вопросах коммуникационных, они, значит, оттачивают свое умение выживать. То есть они себя как бы оттачивают, да? Я помню, у меня в детском саду были конфликты с преподавательницами. Я помню эту женщину, которая там, ну я ее ненавидел, она меня ненавидела, да? И у меня как бы выработалась вот эта вот методика общения с преподавателями, которая в школе только укрепила мою нелюбовь к этим людям, да? И я как бы им не верил, слава богу, что я им не верил, да? Потому что если бы я им верил, я как раз разместил на своей странице в Фейсбуке историю про как школа убивает творчество. И как раз вот интересная эта история, очень напоминает мне мою историю, что там рассказывает, рассказывается историю про женщину по фамилии Лин, Джулиан Лин. И эта Джулиан Лин, она стала суперизвестным хореографом в мире, там у нее, она готовила мюзиклы самые крупные на Бродвее, как хореограф, да? Стала мультимиллионером, и вот она рассказывала свою историю, как она, как она стала такой известным хореографом. И она была, когда ей было 8 лет, она была очень плохо училась в школе, ее она плохо вела себя, плохо училась. И ее мама привела к психологу. И психолог поговорил с дочкой, поговорил с мамой. Потом психолог вышел с мамой, а дочку оставил эту Лин, Джулиан Лин, оставил сидеть в кабинете. И он маме говорит, давайте посмотрим. А когда он выходил, он включил радио и заиграла музыка. И когда они вышли и начали смотреть, она тут же вскочила и начала танцевать. И он ей говорит, она не проблемная, и у нее нет проблем с учебой. Она просто любит танцевать, она любит двигаться, а в школе ее заставляют сидеть. Отведите ее на танцы. И мама ее отвела на танцы, и на танцах она стала солисткой там какого-то, какого-то этого балета английского. Потом она открыла свою именно компанию хореографическую, и стала мультимиллионером, прожила великую жизнь, там помогут, ну миллионам людей принесла радость и так далее. А в наше время ее бы накормили таблетками и заставили бы сидеть, как, знаете, эти риталином, кормят детей с недостатком внимания или с повышенной подвижностью, их наоборот прибивают и все. Теперь, как это в Торе высвечен этот принцип, когда точится одно об другое. Есть известнейшая история, был такой великий мудрец, звали его Рейш Латиш. Рейш Латиш в Талмуде, он упоминается тысячи раз, как один из таких выдающихся умов того времени Вавилона. Рассказывается про Рейш Латиша, что он был бандитом. Он был бандитом. И как он стал мудрецом Торы? Он шайкой бандитов ехал вдоль реки, и тут он увидел на другом берегу реки, значит, там купался раби Йоханнан. Но раби Йоханнан, это был великий мудрец раби Йоханнан, но у него, у раби Йоханнана не было бороды. Про него даже в Торе написано, что он был очень красивый. Он был настолько красивый, что он садился, когда есть такое место, где женщины ходят в Мику. Перед Миквой, в общем, это отдельная история. В общем, он садился в место, где женщины купаются. А Миквой, это после Миквой, они могут уже разрешенные мужья. И, значит, он садился там как раз, они выходили из Миквы. Его мудрецы спрашивают, а что ты там сидишь, как бы, ну, это нескромно, но им неудобно. Он говорит, а я хочу, чтобы они на меня смотрели, у них потом дети будут такие же красивые, как я. Они говорят, а ты не боишься, что тебя сглазят? Он говорит, нет, говорит, я не боюсь, что меня сглазят. И он в Талмуде, он говорит такую формулу специальную, которая спасает от сглаза. То есть из этого места учится, что надо говорить, чтобы тебя не сглазили. Вот. Теперь, значит, и вот раби Йоханнан в этой истории про Рейш Ладиша, он купался, и Рейш Ладиш увидел невероятную красоту. И он думал, что эта женщина, вот как раз насчет отношения к женщинам в Торе. Вот спрашивают, как Тор относится к женщинам. В Талмуде эта история рассказывает. Рейш Ладиша видел красивую женщину на том берегу реки, и он, значит, разбежался и перепрыгнул через реку. Пригляделся, а это мужик. То есть у него просто голова топчала из воды, а он когда глянул, это мужик, еще и очень толстый. Написано про раби Йоханнан, что он был очень толстый. И Рейш Ладиш говорит, да, неувязка вышла, говорит. Вообще такую бы красоту и женщинам. И женщине, да, вот это было бы. Зачем тебе толстому мужику такая красота? А раби Йоханнан сидит в воде и говорит, такую бы силу и направить ее на изучение Торы, на служение Богу. И, значит, тут раби Йоханнан, он говорит, у меня сестра есть, еще красивее, чем я. Если ты сейчас оставляешь свои разбойничьи дела и садишься учить Тору, то первое, я тебя сделаю мудрецом, второе, я тебе дам замуж свою сестру, и, значит, у тебя, считай, жизнь налажена, ты мудрец, и у тебя с Богом все хорошо. Рейш Лакеш, значит, подумал над этой перспективой, которая ему открывалась, и он говорит, я согласен, только мне надо за вещами обратно прыгнуть, забрать вещи свои. И он разбегается прыгнуть обратно и не долетает до середины реки и падает в воду. Из этого Тору делает вывод, что когда человек, он направляет свое внимание на духовность, его физическая сила тут же его оставляет. То есть то он был как животное, а тут он уже в мыслях, когда он принял решение вернуться к Богу, то у него его сила уже пошла в духовность, и он не долетел до середины реки. Теперь, значит, сел он учиться с Раби Йохананом, сидел, учил Тору. А Рейш Ладиш, у него была вот эта сила, сила задавать вопросы, он такой напористый был, да? И Раби Йоханан, он, значит, с ним все время спорили. И в Талмуде очень много споров между Раби Йохананом и Рейш Ладишем. Они все время спорили. И как-то они поспорили по вопросу как раз ножей, с какого момента нож принимает ритуальную нечистоту. Нож, кинжал, серп, копье. С какого момента он считается изготовленным? С момента, когда его закончили ковать? Или с момента, когда его потом раскалили и опустили в холодную воду закалка. То есть это процедура закалка. Она является окончанием операции изготовления серьезного оружия. Это, кстати, касается и жизни. То есть чем больше ты преодолеваешь трудности, тем больше трудности тебя закаливают, и ты становишься сильнее. И они спорили о том, или нож готов просто когда ему форму ножа сделали, или после того, как он прошел процесс закалки. Раскалили воду, раскалили воду. Я не помню, кто из них что говорил, но у них был спор по этому поводу. И в порыве спора Раби Йоханнан ему говорит, говорит, ну конечно, разбойник свое ремесло, оружие своего ремесла знает. Раиш Ладиш такого не ожидал. Разворота. И он ему говорит, ну, говорит, я когда разбойником был, я был там главный. И когда я сюда пришел, ну он как-то ответил Раби Йоханну, я не помню дословно, но он ответил ему как-то так, что Раби Йоханнан на него обиделся. Типа он ему сказал, что от тебя получил. Как бы уравил неблагодарность. Раби Йоханнан на него обиделся. Прямо написано, расстроился Раби Йоханнан, обиделся. И Решладиш заболел. Приходит к нему его сестра, Раби Йоханнана, и говорит, мой муж заболел, дети останутся сиротами, помолись за него, чтобы он выздоровел. Раби Йоханнан говорит, в Торе написано, что Бог заботится о сиротах. А она ему говорит, слушай, я вдову останусь. Он ему говорит, какой-то отрывок из Торы, Бог любит вдов, за вдову Бог тоже позаботится. В общем, он не стал бороться за Решладиша, и умер Решладиш. Прошло несколько дней, и написано, Раби Йоханнан, он затасковал, он, значит, просто места себе не находил, что же это произошло. И мудрецы, мудрецы, они поняли, что ему обязательно нужен напарник, учителю нужно вдвоем. То есть, вот это вот, как раз об этом говорится, борзель бы борзель яхат, то есть, железо об железо затачивается, а человек затачивается только от ближнего своего, только при общении, при коммуникации, при учебе, то есть, каждый с тем мы общаемся, тут, кстати, у нас будет через один отрывок, мой любимый отрывок из Мишли, который я чаще всего говорю, что как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, это будет 19-й отрывок, так сердце человека, вот прямо написано, камаем апаним ляпаним, кен лев аадам ляадам, как вода отражает лицо, так сердце человека отражает другого, человека, поэтому во взаимодействии между людьми и формируется личность каждого из нас. В общем, мудрецы нашли Раби Йоханну, не помню, как его звали, нашли самого крутого мудреца того времени, чтобы он с ним учился. Сели они учиться, Раби Йоханну говорит какую-то идею из Торы, этот ему дает 24 подтверждения этой идеи, Раби Йоханну другую идею, тот ему 24 подтверждения. Раби Йоханну говорит, слушай, я сам знаю, что я хорошо сказал, что мне твои подтверждения, что они мне добавляют. Когда я с Рейшлайтишем учился, я ему говорил идею, а он мне задавал 24 вопроса и 24 опровержения давал на мою идею. А я ему пытался доказать свою идею, и в этот момент и шло развитие, в этот момент и развивалось, и появлялась новая Тора. Вот это говорит, я только теперь понял силу Рейшлайтиша, почему я его так любил. И он порвал, написано по нему, одежду, как по своему учителю. То есть, поэтому есть такая мишна, по-моему, в Пертьевод, что один говорит, я многому научился у своих раввинах, значит, и многому я научился, еще большему я научился у своих товарищей, но еще большему я научился у своих учеников, которые мне задавали вопросы, и которые, ну, которые особенно со мной спорили, то есть мне приходилось напрягаться для того, чтобы им ответить. И Раби Йоханнан, значит, порвал одежду и начал плакать, что ж, как же так, как же я был неправ, значит, вот Рейшлайтиш, Рейшлайтиш, на кого ж ты нас покинул? Плакал Раби Йоханнан, и написано, что у него даже повредился разум от горя. Но мудрецы за него помолились, все мудрецы собрались, начали за него молиться, разум к нему вернулся, то есть у него все поправилось. Что из этого следует? Давайте соединим этот отрывок с отрывком про сварливую женщину, которая мужу мозги компостирует. Если муж в состоянии в этой ситуации не разгневаться, если муж в состоянии в этой ситуации не реагировать, быть автономным, выполнять волю Всевышнего, то тогда его уже ничего в этом мире не пугает, вообще ничего. То есть если он справился со сварливой женой, если он может в этом состоянии быть счастливым, все, для него это уже наступил рай на земле, его уже ничего другого не расстроит. Потому что есть известная история, как один еврей пришел в синагогу, и Равин ему рассказывал, там выступал, и говорит, что если человеку попалась жена, ну, жена, которая, то, что в конце Мишли написано, эшет хайле, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем сокровище, чем жемчуга, так это у него рай на земле. Но если человеку попала жена сварливая, то так объяснял Равин, что у него ад на земле, и он этим искупает все свои грехи, все свои сложности, он получает ад от этой жены. Поэтому он в любом случае в выигрыше, и когда он умрет, он попадет сразу в рай. И этот мужчина вернулся домой счастливый, окрыленный, и жена, которая его пилила без остановки, она ему говорит, а что ты такой радостный, вот чего ты радостный такой, что ты тут улыбаешься вообще, как тебе не стыдно вообще, ты что, ну, в общем, она ему устроила скандал, что он пришел 8 марта без цветов. И, значит, она, а он ей говорит, а ты знаешь, говорит, а мне твои придирки вообще уже даже радует, потому что мне Равин объяснил, что если у меня ад дома, так у меня будет зато рай на небе. Так что продолжай пилить меня. Мне говорит он, абсолютно теперь все равно. И, значит, сидит и радуется. Она такая понимает, что пилить его уже не помогает, и тут она, бах, становится шелковая. Шелковая просто, все ему делает там все. Он ей говорит, что с тобой случилось? Она говорит, ты на моем горбу в рай не въедешь. Ты говорит, ты что думаешь, за счет меня хочешь в рай попасть? Нет, я тебе здесь рай устрою, чтобы ты только в тот рай не попал. Бывают такие жены. Хорошо, все, вот мы разобрали, что имелось в виду. Давайте еще 18-й отрывок, у нас еще есть несколько минут. 18-й отрывок. Значит, «Ноцер Тейна Йохаль Пирья». Тот, кто сохраняет Тейна, это смоковница, на русский переводят, а по-простому это инжирное дерево, дерево инжира. Тот, кто сохраняет дерево инжира, будет кушать его плоды, а тот, кто сохраняет своего господина, тот будет уважаем. То есть здесь, если говорить про, как бы, глубинные слои, глубинные слои, о чем имеется в виду, то, то, господин это, обычно это кто? Сейчас. Да. Да. Значит, обычно господин мы говорим, когда господин, мы имеем в виду Бога, он главный хозяин мира, то есть это господин мира. Теперь тот, вот у тебя есть дерево, плодовое дерево. Если у тебя есть плодовое дерево, ты должен за ним все время ухаживать, ты должен что-то делать, то есть оно тебе, в принципе, есть работа, головняк, для того, чтобы сохранять его плоды, потому что пока они поспеют, пока они поспевают, не каждый сразу, ну, то есть постепенно, то есть есть в этом большой труд. Также тот, кто понимает, что служение Богу, это как называется, ярмо торы, то есть мы каждое утро, когда молимся, мы берем на себя заново ярмо торы, то есть именно ярмо, как впрягаемся, да, но, значит, многие скажут, вот зачем, как ты вставал сегодня там в 7 утра на шахарит, зачем, я сегодня в 7.20 пошел специально помолился, в 7.20 можно было в 8.30 пойти, а я думаю, а я думаю, пойду в 8.20 помолюсь, да, шахарит, и сегодня шахарит длинный, потому что утренняя молитва, так как сегодня рожь ходыш, есть дополнительно еще одна молитва, мусав называется, да, я думаю, ну, это же жизнь, мы все здесь, в этом мире, мы все работаем, и есть в спирте вот такая мечна, которая говорит, что амикабеля лав оль тора, тот, кто берет на себя ярмо торы, с того снимается забота о пропитании и бремя властей, я думаю, хорошо, я могу не пойти на шахарит, да, а куда я пойду вместо шахарита, то есть варианта 2, или отдых, или работа, если отдых, а что такое отдых сейчас, культурный отдых, это набухаться там, ну, а какой отдых еще, ну, чем заниматься, да, то есть отдых, это, это какое-то такое вот получение удовольствия, которое обычно все удовольствия потом в итоге приводят к проблемам, ну, то есть, много еды приводит к проблемам, алкоголь приводит к проблемам, наркотики очень быстро приводят к проблемам, то есть, любое, любое вот такое вот удовольствие, ради удовольствия приводит к проблемам. Спорт – это тоже работа. Теперь, что поменять, работу на Бога или работу на спорт? Я видел много спортсменов, которые падают больные и в молодом возрасте умирают. Почему умирают? Не в их силах, а сказать, будешь ты житель или нет. Я верю, что тот, кто берет на себя ярмо, Торы, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. Все. И поэтому, поэтому, сегодня мы празднуем Рош Ходыш. Рош Ходыш – это начало месяца Адар. Самый, сейчас начинается месяц Адар. Кстати, интересно, я видел вчера, что тот, кто сегодня молится, и сегодня такой день, прям, я это прочитал, что молитвы очень сильно принимаются, Поэтому, давайте, я вам советую, мы хорошо Тору поучили, теперь сделать надо выводы, чуть поработать и после этого обязательно помолиться, попросить у Бога три вещи, которые вы считаете, вам помогут лучше служить Богу, потому что, в принципе, вся жизнь – это работа, только вопрос, на кого ты работаешь. Я работаю на Бога, я считаю, что лучше всего быть рабом у Бога, чем рабом у работы. Все. Поэтому, я вам желаю хорошего месяца, чтобы с Божьей помощью было у всех здоровье, богатство, гармония, шломбайт – это, чтобы мир в семье, чтобы было у всех, кто не женат, чтобы женились, хватит отдыхать, то есть, это тоже еще одно ярмо, то есть, смена жизни – это ярмо, вот, это именно конкретное ярмо, которое человек должен нести, он не должен с него слазить, он обязан это делать, человек должен это делать, и те, кто этого не делают, не предпринимают усилия для того, чтобы создать семью, ее удержать, это неправильно. Поэтому, я вам желаю, кто не женат, создайте семьи, и значит, хватит радоваться. Радоваться? Нет, радоваться, надо только в религиозные, установленные, религия, праздники. Значит, сейчас месяц, есть заповедь, радоваться, каждый день радоваться, все больше и больше. Все, напишите ваши выводы, значит, мои выводы, что женщина сварливая, она, или она иногда сварливая, или всегда сварливая, неважно, это спрятать невозможно, как металл, за металл, так же человек оттачивает сообщением с ближним, и, значит, сохраняй плоды дерева, и сохраняй свои отношения с Богом, и будет у меня все хорошо. Все, жду ваших, ваших, жду выводов, буду их читать. Все, удачи, успехов, хорошего месяца. Пока, может, я вторая, повторить, что, то,